Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Культуртрегерам быть легко и приятно. За окном июньский дождь, а я сижу в уютном кресле на тёплой кухне и рассказываю о хороших книгах. Да-да, обязанность культуртрегера – это не только читать вслух прекрасные и не очень стихи, это ещё и доносить до вас те самые культурные знания, которые бы вы никогда без меня, культуртрегера, не узнали. Сегодня я расскажу о путешественниках, объехавших на автомобиле вокруг света. Вокруг света на автомобиле. Ганзелка и Зигмунд. Мирослав Зигмунд и Юрий Ганзелка. Даже такие старички, как я, уже не застали этих людей. Хотя, замечу, что Зигмунд жив до сих пор, и в этом году ему исполнилось сто лет. А ведь было время, когда книги Зигмунда и Ганзелки в Советском Союзе переиздавались миллионными тиражами. Перед этим их выпускало пражское издательство «Артия», а затем перепечатывала советская молодая гвардия. У меня есть две из их книг. Вот они, вот такие вот тома, издавались в Праге. Перевернутый полумесяц между двумя океанами. Была еще масса других книг. Зигмунд и Юрий Ганзелка. Напомню, известные путешественники, которые с конца 40-х годов, рекламируя автомобили чехословацкого завода «Татра», ездили на них по всему миру. Побывали они и в Советском Союзе. Конечно, в Советском Союзе они были не раз, начиная с 1954 года. Но грандиозная экспедиция. Экспедиция Зигмунд и Юрий Ганзелки. Результатом которой должна была стать. Большая книга об СССР началась в 1963 году. И одним из первых пунктов, которые путешественники посетили, был полуостров Камчатка. Наконец-то вы узнали правду. А вот эта вот книга, которую я держу в руках, принадлежит Перу, Перьям, Леонида Иванова и Александра Самаха. И называется она «На меридиане нового дня». Эта книга вышла в свет в Советской России, в издательстве «Советская Россия» в 1965 году. И эта книга рассказывает об 11-дневном пребывании Мирослава Зигмунда и Юрия Ганзелки на Камчатке в октябре 1963 года прошлого века. Кстати, кто-то может спросить, почему я называю его Юрием. А мы откроем книгу и прочитаем. При первом же знакомстве с камчатцами товарищ Ганзелка сказал, что имя Юрии было дано ему родителями, а в Ирже его превратили переводчики. Возможно, так и надо переводить его имя, но Ганзелке, оказалось, больше нравилась русская транскрипция. Да и Зигмунд называет друга ласково Юрко. Как я уже сказал, Зигмунд и Ганзелка пробыли на Камчатке 11 дней. Я прочитаю несколько выдержек из книги на Меридиане Нового дня. Страница 26 Ганзелка и Зигмунд нашли, что Петропавловск чем-то в миниатюре напоминает Рио-де-Жанейро. Может быть, тем, что причудливо раскинулся на склонах гор и на берегу живописного залива, изобилующего множеством мысов и выступов, образующих ряд красивых бухт и гаваней. Наши гости умеют видеть красоту. Помните, даже в Нубийской пустыне, почти погибая от жары и усталости, они заметили удивительные краски утренней зари. В вашем городе, сказали они, нас больше всего восхитили строительные краны. Куда бы мы ни пошли, в какой бы район ни поехали бы, везде у вас идет строительство. Башенные краны кивали нам своими хоботами из засопок, с набережных, с обширных заполненных огромными бетонными конструкциями площадок. Строительный экран на фоне вулкана, таким нам мыслится герб Петропавловска. Думается, петропавловцы не будут спорить со знаменитыми путешественниками, разве что захотят добавить к предложенному гербу силуэт рыболовного траулера. Продолжаем наше чтение. Книга Иванова и Самаха «На меридиане нового дня», рассказывающая о «Одиннадцати днях» Зигмунда и Ганзелки на Камчатке. Открываем книгу и читаем дальше. Эпизод, который рассказывает о том, как путешественники побывали на рыболовецком траулере Брослав. Днем 23 октября капитан Сотников показывал гостям помещение и механизмы корабля. Рассказывал об его оборудовании. В разговоре капитан упомянул о том, что экипаж траулера завершает выполнение порученной ему части заказа внешнеторговых организаций на поставку в Чехословатскую Социалистическую Республику морского окуня. Замечательно воскликнули Ганзелка и Зигмунд. Тогда мы напишем письмо нашим землякам и вложим в ящик с рыбой. Замысел всем понравился. Вы сможете сделать это утром, когда мы на Зорьке произведем второе траление, сказал Сотников. А сейчас прошу на палубу. Подходим к мысу Шипунскому. Тут нужно пояснить, что чехословацкие путешественники вышли в море на трауле, чтобы наблюдать, как идет промысловый ловь рыбы. А мы продолжаем наши культуртрейгерские упражнения. Теперь переместимся в ключи на вулканостанцию. Через эту станцию прошли ученые-вулканологи с мировым именем, член-корреспондент Академии наук СССР Борис Иванович Пи, профессор Владавец, доктор Набока, Горшков, Миняйлов и многие-многие другие. Как же выглядит сегодня вулканологическая станция? Давайте пройдем по ее территории и заглянем в лаборатории и кабинеты. Как раз представился удобный случай. Директор станции, доктор наук Александр Евгеньевич Светловский показывает свои владения чехословатским друзьям. Это говорит о том, что Зигмунд и Ганзелка в 1963 году встретились с легендарным Светловским автором единственного в то время атласа вулкана СССР. Кстати, похвастаюсь, мне довелось в 1985 году в заповеднике общаться с Александром Евгеньевичем, в последний раз прилетевшим на Камчатку. И последняя на сегодня выдержка из книги Иванова и Самаха на меридиане нового дня, рассказывающей о поездке путешественников Зигмунда и Ганзелки на Камчатку. Цитата довольно пространная, поэтому наберемся терпения. Ну как вам понравились гейзеры? Спросил путешественников Михаил Анатольевич Орлов, первый секретарь обкома КПСС. По-моему, это одно из самых интересных мест на Камчатке, ответил Мирослав Зигмун. У нас еще свежи впечатления от гейзеров на японском острове Кюсю. Но таких красивых вулкановых гейзеров, как у вас, мы нигде не видели. «Если разрешите, мы бы хотели посоветовать, обратился Ганзелка в Орлову. Не надо использовать эти гейзеры под промышленные цели. Сохраните это удивительное творение природы для туристов. Поверьте мне, пройдет немного времени, и камчатские гейзеры будут излюбленным местом для туристов многих стран мира». «Вы очевидно правы. Да к тому же они расположены далеко от населенных районов, а у нас много горячих источников вблизи города», ответил Михаил Анатольевич. «Мы вошли с предложением в правительство от теплофикации города и строительства мощного парниково-теплишного комбината на базе большебанных и среднепаратунских горячих вод. Пробуренные скважины дали обнадеживающие результаты как по температуре, так и по запасам воды». Первая очередь теплично-парникового комбината рассчитана на 60 тысяч квадратных метров. Это 1500 тонн свежих овощей в год. На бесплатном обогреве, да и теплофикация города, дело вполне реальное. Источники сравнительно близко. В 45-50 километрах от города в этом районе зарегистрировано свыше 500 отдельных выходов термальных вод с температурой до 130 градусов. «Приезжайте к нам лет через пять и вы не найдете ни одной дымящей трубы в городе. Мы закроем все пощегарки и подадим в дома горячую подземную воду». Но это не точно. Книга Леонида Иванова и Александра Самаха «На меридиане нового дня». Вышла ли книга Зигмунда и Ганзелки о путешествии по Советскому Союзу? Нет. Потому что они проехали по всему Дальнему Востоку, по части Сибири, по нескольким Южным Республикам в 63-64 годах, потом сделали паузу и намеревались вернуться в Советский Союз в 68-м году, но, как мы знаем, в 68-м году войска стран соцлагеря подавили в пражское восстание. Ганзелка и Зигмунд резко выступили против этого, назвав ввод советских войск оккупацией. Ганзелка даже в 68-м году баллотировался на пост президента Чехословакии, но не был избран, ну и, соответственно, все время, пока был жив социалистический строй в Восточной Европе, они были отстранены от дела. Их имена были под запретом. Ганзелка работал садовником, умер в 2003-м году. Зигмунд, как я сказал, жив до сих пор. Кстати, еще такой факт. По итогам своей поездки в Советский Союз Зигмунд и Ганзелка написали отчет, который представили лично Брежневу. Этот отчет был достаточно критичен по отношению к Советскому Союзу. Естественно, никакого хода он не имел. Выдержки из него были напечатаны только в 90-х годах века минувшего, после падения коммунистического лагеря. Жаль, что книги Ганзелка и Зигмунда о поездке по Советскому Союзу нет. А о пребывании на Камчатке мы узнаем только из этой книги на Меридиане нового дня. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится узнавать что-то новое в рамках выпусков Культуртрейдер, пишите комментарии. Помните, что каналу можно и нужно помогать, отрывая деньги от семьи и засылая так называемые донаты, то есть пожертвования на номер расчета, указанной в описании под роликом. И тот, кто пришлет эти самые донаты, один раз в месяц будет участвовать в розыгрыше какого-нибудь моего фотоальбума. Да, забыл сказать. Если вы здесь впервые, то, пожалуйста, выполните вот эти вот рекомендации в правом нижнем углу кадра для того, чтобы не пропустить новые видео на канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова